Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии я, Аида Малахова. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. Как хорошо ты знаешь произведение Александра Сергеевича Пушкина. В режиме онлайн в КФУ продолжается курс лекций российского философа Петра Щедровицкого. Покупки в России можно будет оплачивать взглядом. В Казанском университете состоялось совещание по вопросу трансформации системы дистанционного обучения. Совещание вел ректор Ильшат Гафуров. На заседании обсуждались направления развития платформы LMS Moodle, использующиеся в ВУЗе для управления электронными курсами. Более подробно о совещании вы узнаете в нашем следующем выпуске. К другим новостям. В Казанском университете в формате онлайн выступил известный методолог и политехнолог Петр Щедровицкий. Он прочел свою лекцию для преподавателей, научных сотрудников и студентов ВУЗа. Тему лекции и для кого она была полезна, узнаете в следующем сюжете. Как в свое время пошутил Эммануэл Кант, лошадь можно загнать в воду, но нельзя заставить ее пить. Мы можем ставить какие угодно задачи перед людьми, но если они эти задачи по каким-то причинам не принимают и не воспринимают как свои собственные, то они не будут их достигать. Философ-методолог, политехнолог, научный руководитель Центра стратегических оценок и прогнозов Петр Щедровицкий специально для Казанского университета снова прочел курс лекций и снова в режиме онлайн. Всего в курсе лекции запланировано несколько модулей. Тема первого модуля «Концепция, прогресса, разума и проблемы разработки содержания образования». По словам провектора по внешним связям, лекция будет интересна и полезна всем тем, кому не безразлична жизнь университета. Она больше ориентирована на преподавателей университета, на администраторов университета, ну и всем тем, кто неравнодушен к развитию университета как такой образовательной организации. Это актуально для университетов, в том числе в связи с тем, что в настоящее время университет разрабатывается и начинает пилотно пробироваться курс критического мышления, как раз курс на базе курса философии, как раз курс, который ориентирован на такое развитие мыслительной деятельности у наших студентов. Напомним, что в начале года в КФУ при участии Петра Щедровицкого запустили первый этап реализации инициатив «Прорывные проекты в образовании», направленных на трансформацию образовательной среды университета. Проекты связаны с развитием одаренных детей, разработкой сквозных курсов по различным дисциплинам и организацией сетевого взаимодействия. Инициатором проведения лекций, как всегда, выступил ректор Ильчат Гафуров. Петр Георгиевич уже достаточно традиционный гость, в этот раз не физически, но в прежние годы он приезжал сюда и лично, и читал большое количество лекций различных на разные тематики. Но, кстати, вот эта тематика, которую мы сегодня будем затрагивать, она ранее в его лекциях практически не звучала. Лев Диденко, Вета Басова, Универ, Ньюс. Имя Александра Сергеевича Пушкина тесно связано с современным русским языком. Все мы начинаем его познание со сказок и стихотворений знаменитого поэта. И уже чуть позже в школе на уроках литературы мы первым делом знакомимся с его произведениями. А герои нашего следующего сюжета проверили, насколько хорошо их знают. Быть грамотным модно. С такой позиции выступают студенты Казанского университета, которые под диктовку попробовали написать отрывок из знаменитого романа Александра Пушкина «Дубровский» в рамках Пушкинского диктанта 2020. Они показывают свою филологическую компетентность, языковую компетентность. Они таким образом выражают свою любовь к русской литературе, к русской поэзии. Сегодня модно говорить правильно и писать правильно. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Студенты сидели в масках и соблюдали социальную дистанцию. Оплата покупок в России после пандемии перешла в основном на карту. Но что, если они уже в новом году будут не нужны людям? Какой проект готовит для этого Государственная Дума? Смотрите в нашем следующем сюжете. К концу 2020 года Государственная Дума планирует принять законопроект о возможности расширенного применения биометрии и уточнении требований к ее безопасности. То есть идет разговор именно о легализации того, чтобы можно было авторизовывать человека, то есть удостоверять его личность именно по этим биометрическим ударам. Это целоплатформенные решения, то есть не частные случаи, которые по всей стране как-то используются, а именно платформенные широкие решения прямо в конкретных секторах жизни граждан или в секторах экономики. Уже сейчас в Москве работает система распознавания лиц, а банки используют биометрическую систему для верификации. Такие системы сильно используются, и они работают на разных моделях. Самая популярная модель – это модель нейронной сети. У нас происходит обучение на известных данных, на математической модели, и эти данные, эта модель ее настраивает. И после многократных этапов обучения она начинает уже распознавать новые данные. Для этого она должна узнавать человека. Отношение к этому законопроекту у людей неоднозначное. Ну, это уже совсем такие новые технологии. Ну, в принципе, может быть интересно, надо посмотреть, как будет в действии. Думаю, что отношусь отрицательно, потому что эта информация может утечь куда-нибудь, куда не нужно. С одной стороны, удобно, с другой стороны, как-то, ну, получаются личные данные, везде будут в общественном доступе. Ну, у нас и так, и так биометры же есть. Допустим, когда с Бермы проходим, у нас же тоже биометры берут. Так что в любом случае все данные есть. Ну, пусть так просто легче будет оплачивать. Растелеком планирует обеспечить готовность сервиса к промышленной эксплуатации к моменту принятия соответствующих законопроектов. Сейчас к запуску готовится оплата по лицу в сети магазинов лента. Это должно, в принципе, сокращать время обслуживания каждого клиента. Вот, то есть, на самом деле, вспомните, насколько быстро мы, например, за последние несколько лет приучились платить карты, и при этом, как это называется, платежная система прикладывайте. Я уверен, что мы очень быстро приучимся, и даже некоторые наши граждане, они отвыкнут, в принципе, носить, возможно, платежные средства с собой. Но, несмотря на все названные плюсы, использование биометрии связано с определенными неудобствами. Сейчас вы можете воспользоваться чужой картой своего какого-то родственника. Дети пользуются картами родителей. В данном случае здесь вообще невозможно будет подобная операция. Помимо этого, использование биометрических данных не может обеспечить стопроцентную точность. Введение этой технологии принесет как отрицательные, так и положительные изменения. Ведь, с одной стороны, появятся нарушители этого закона, а с другой стороны, это однозначно упростит жизнь людям и создаст возможность реорганизации профессий. Кристина Надышина, Ленардо Вильтьяров, Универа Ньюз. Как стать актером? На этот вопрос в рамках проекта «Республики Татарстан» ответили актеры сериала «Молодежка» Иван Жвакин и Влад Конопко. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. 9 октября в Молодежном театре на Булаке состоялся культурный вайп. Проект направлен на развитие творческой молодежи Республики Татарстан. На примере известных людей молодежь сможет постичь основы творческой профессии. Когда непосредственно творческие или вообще всякого рода люди, известные люди, они приезжают к молодежи и вот общаются, как диалог на равных. В рамках проекта выступили актеры театра и кино Иван Жвакин и Влад Конопко, известные по сериалу «Молодежка». Они рассказали не только о проекте, но и о тонкостях работы на телевидении и в театре, и как не бояться пробовать себя в новом. Диалог на равных, когда приезжают интересные для публики в определенном регионе и определенного рода деятельности, какие-то более-менее известные личности, либо, может быть, профессионалы в этом роде деятельности. В порядке нужно проявлять свою волю и проверить, твое это или не твое. Не надо бояться или не надо стесняться. Иван и Влад подчеркнули, что им очень понравились вопросы, которые звучат на таких встречах. Мозговитый регион, поэтому и вопросы у ребят были очень такие довольно интеллектуальные, интересные. Метафорического такого плана, даже меньше как социального. Не просто что любите кушать, какие девочке нравятся, понимаете. Поэтому хорошо, что таких вопросов не было. Дарили дачу Фарид Захитабы, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин